Итак, всем привет, друзья! Меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. Сегодня мы будем играть в Битву Замков, и у нас обзор самого, самого великого папки драконов, Дракокакаса, он же Дракас, но будем его Дракокакасом называть. Сегодня мы находимся на аккаунте Николая, и обзор мы записываем вместе с Николаем, он же игрок Овцу. Привет, Коль! Всем привет, да, привет, Саша. Да, теперь я всегда буду присутствовать на обзоре своих героев, так, на чужих стримах и видосах, потому что уже теперь не доверяю, все под моим контролем. Ни хрена себе ты выдал! А ну пошел вон! Огонь, огонь. Ладно, я тебе пока лаву фармил, еще мог слить все. Ну ладно, об этом потом. Все, я уже не могу серьезным быть сейчас, ты понимаешь? Все, информативное видео ушло куда-то, нахрен, я же даже рубашку одел идиотскую, вот, чтобы информативное видео было сегодня, а ты, блин, взялся и испоганил, а? Это начало так, немножко с юморцом, ладно, теперь все, серьезно. Все, собрались, собрались, лицо серьезное еще сделаю. Блин, по щекам, по щекам, все, ты куда-то, побей. Все, погнали. Так, у нас обзор сегодня героя под именем Дракокакас, вот, Бролюкас. Короче, я уже все, я потерял ход событий. Прокачан наш подопытный на 8,10, 6,8 у него Берсерк стоит талантом, 180 уровень, не только первая эволюция. Кстати, к слову, хотел на этом обзоре также полазить вместе с вами и Николаем по Кастел Вики, посмотреть вообще на его статы, когда его, ну, при второй эволюции, вот. Но на эти статы хрен ты посмотришь. Просто хотелось узнать, сколько у него здоровья максимально будет, там, атрибуты, атаки, да, сколько максимально будет. На Кастел Вики до сих пор нету никакой толковой информации. Даже первой эволюции нету. Да, даже первой эволюции нету статов. Ну, так что, ребятки, смотрим, смотрим, у нас 94 тысячи хп на 180 уровне первой эволюции и 5600 единиц атаки, скорость 1100. Средняя у нас у героев скорость атаки 1200, тут 1100, чутка быстрее. Нет, это что, она же округляется все равно. Ну, получается, у него 1200 как будто. Но от 1600 будет работать Берсеркер. То есть от него отчитывается не от 1200, а от 1100. А при игре обычно, если у него нет Берсерка, у него будет скорость атака 1200. Это также связано вот с смертью, со всеми остальными. Нет, ну, так-то да. Но, знаешь, это вот, ну, чисто психологически, да, это тебя обнадеживает. Вот, на самом деле, реально бесит эта система Битвы Замков по поводу скорости атаки с этими округлениями. Иногда можно, можно просто взорвать мост. Но, по сути, так и есть. Так что не всегда в Битве Замков нужно верить цифрам, которые они показывают. Я уверен, и сами разработчики уже давно не понимают вообще, что и как происходит в игре. Ну, потому такие иногда смешные обновления выходят. Ладно, что мы можем, какой мы можем сделать вывод, исходя из его количества здоровья и атаки? То есть это среднячок. Среднячок в каком плане? Он не танк, он не какой-то там мега-супер-демагер. Вот, даже при второй эволюции у него все равно не будет атака равна там 10 тысячам, да, вот здесь вот по статам. У него не будет там больше 200 тысяч здоровья. То есть, ну, может там ближе к 200-ке будет, ну, хрен знает. Ну, мы какие ставки делали с тобой? Ну, летает, ну, 160 где-то будет здоровья и где-то около 80 с половиной урона. Вот, для примера, урон у Варлока 10 тысяч, вот, на второй эволюции прокачанного на максимум и количество здоровья 120 тысяч. То есть, вроде, этот герой как бы не картонный среднячок, да, потому что Варлок ПХП у нас картонный, вот, а этот вроде как бы не картонный, но он и не танк. Короче, средняк, такой твердый такой среднячок. Далее, из атрибутов тут у нас точность 204 показана. Ну, в принципе, на этом все. Давай посмотрим вообще, как ты прокачал ему просвещение, просвет 91 уровня и уроны 30 сет. Да, чуть-чуть не хватает. Ну, можно, кстати, поставить четвертый у кого-то снять, не помню. Вот, давай теперь, что, посмотрим его умения и дальше тогда объяснишь уже, почему ты ему поставил именно берсеркер. Наносит урон, равный 540% атаки всем врагам вокруг в течение... Короче, как обычно мне нравится тут описание написали. Еще раз давайте попробуем прочитать то, что разработчики написали. Наносит урон, равный 540% атаки всем врагам вокруг в течение 5 секунд. И уменьшает эффективность лечения на 55%. Типа, многие называют данного героя дебафером. Но, по сути, тут никакого дебафа нет. Он просто уменьшает количество... Ну, то есть, он уменьшает... Вот, вы встретились там с пачкой, с горгулом, вот. Горгул просто ваших противников будет меньше лечить. И я даже не знаю, стоит ли такие вещи называть дебафом или нет. Ну, также, смотри, если герой имеет воскрешение, вот он должен был воскреситься с 30 тысячами хп, а воскреситься на 50%, на 55% меньше. Ну, все равно. Но это не дебаф. Это не полноценно. Это, знаешь, ну... Это не так круто, как могло бы быть круто, вот. Я, наверное, так скажу. Вы напишите, ребят, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но, реально, у меня язык не поворачивается. Это его назвать дебафером. Также наносит урон, равный 330% атаке вражескому герою с наименьшим здоровьем. Ну, что у нас... Это неплохо, то, что именно наименьшее, то есть он добивает героев. Ну, будет такой добивалка. В принципе, по сути, если... Ну, то, что он имеет еще смертельный удар восьмого уровня. Да. Это, кстати, и повлияло на то, что у него сейчас стоит берсерк шестой, а шестой, потому что у него сейчас только при шестом берсерке, либо 800 скорость атаки. Выше смысла качать нету, ниже тоже. Работать не будет. Ну, и у нас, по сути, еще получается кулдаун 7 секунд. То есть, если умение работает 5 секунд, то можем сделать вывод, что там при каком-то маломальском разгоне или даже вот при его высокой скорости атаки, его еще кто-нибудь будет заряжать, у него он будет без умения только 2 секунды. Ну, это не так уж и много, согласись. Далее, что у нас получается? Можем еще перейти сюда, посмотреть вообще разницу прокачки умений, как это все выглядит. Вот у нас дракокакас. На 10 уровне. Давай, да, 10 уровень хотелось бы отметить. По сути, тут 540, 330, 380, тут по 50%. Короче, при прокачке уровня наносимый урон он тут 60% прибавляет, а наносимый урон по самому, так сказать, хилому герою, да, топор его, он прибавляет по 50% с каждым умением. Но если мы будем прокачивать на десятку, по сути, его даже выгодно прокачать на десятку. Я не знаю, конечно, кто в здравом уме это будет делать, но сам факт. Я... Ну, ты-то, да, понятно. Так, хотя подожди, у нас тут... А у нас тут, получается, с Кастл Вики различаются данные? Потому что на Кастл Вики было немножко по-другому. Кверик, Кастл Вики уже... Максимально, максимально, подожди, равный урон 540. Здесь так и прибавляется по 660. Здесь 450, так здесь... А, вот, топор, топор выгодно. Ну, то есть будет выгодно на десятку прокачивать из-за топора, потому что сразу будет 70% прибавки, а не 50, как это при прокачке остальных уровней. Вот, ну и по процентам пятерка везет. Ну, не так уж и выгодно его на десятку прокачивать, я бы вам сказал. Вот, единственное, если только из-за топора. Далее. Касаемо талантов порассуждать можно, конечно, долго. Все почему? У меня есть такая уверенность. Ну, сейчас мы его тестить, будем смотреть урон, пойдем на волны, пойдем там в забытую битву. Но сам факт, у нас это герой, получается, массовые атаки. Полноценно он Влада там не заменит, тем более какого-либо Гаргула. Но если ему там прокачать 8.8 Бог войны, то я думаю, что он будет выдавать достойный урон. Но, понимаете, сама тогда встроенный его смертельный удар восьмого уровня пойдет лесом, так как скорость атаки у него будет маленькая. 1200, да. Да, 1200. То есть, по сути, тут выгодно, как и берсеркер ставить 6.8, чтобы у него увеличилась скорость атаки, так как у него смертельный удар. Так, в принципе, можно и Бог войны ему ссылать. Ну, очередной герой, которому подходит огромнейшая... Бог войны. Да, Бог войны и огромнейшее количество разнообразных талантов. Наверное, универсален он в этом плане. Вот, а вам уже самим решать, что туда ставить, Берсеркер или Бога войны. Но, опять же, если Бог войны ставит, то тогда нужно будет его до упора качать. А это все-таки огромнейшее количество кулачков. Ну что, с чего начнем тогда? Пошли в королевскую битву? Ой, я шикать начал. В принципе, можно с королевской начать, да. Также вот для чего... Если я его буду качать, для чего он мне нужен, да? Хочу еще раз сказать, кто не смотрел мое видео. В любом случае, эта игра, это командная. В команде он будет себя показывать неплохо. Как одиночный герой, он ни о чем, честно сказать. То есть он, по сути, саппорт. Да. А в командной игре, вот, он мне нужен будет в атаке фартов. Я его буду использовать. То есть там у всех, кто нападает, у кого сильные пачки, да, в принципе, с которыми могут что-то противостоять, да, у них используется горгулу череп. То есть череп он сделает так, что он воскреснет с всего лишь, там, 30% урона жизни. И горгул будет меньше всех хилить. Вот так вот. И также еще можно его использовать в рейдах и в битве гильдии, если ты идешь в лоб. Тоже неплохо будет показывать себя. Ну да, в принципе, противостоять горгулу, который у всех абсолютно стоит на защите. И очень красиво умение работает, очень красиво умение. И, по сути, когда он остается один на один с каким-то героем, то его топорик может сыграть большую роль. Кстати говоря, и тот же смертельный удар. Но сейчас можем видеть, что без бафа какого-либо он отнимает, конечно, очень мало. Очень мало, очень мало. Там 7000, 6000 у него тут прилетает. Но это часто. Это часто, но это не Дедушка Мороз. Так. Но умение, конечно, красиво выглядит. Обидно, обидно, понимаете? Отниматься супер. Да, это самый красивый герой в битве замков, ребята. Это мое мнение. Я думаю, что многие из вас с этим согласятся. Я уже не раз об этом упоминал. И самое обидное то, что, блин, вот такого героя нужно было сделать именно пипец какого имба. Ну, пипец имбового. То есть, реально, такого там мега-супер имбового сделать. Ну, а он такой, видите, как... Ну, не второстепенный, но вот именно такой командный помощник. Где-то его вместе в пачках каких-то использовалось. На защиту ставить его в битве Бинзии не стоит, да. Что у нас тут в сокровищнице? Ну, открой одну, блин. Ну, давай откроем одну. Вот все. Ну, нормально. Так, что у нас? Есть там что-то? О! Туповый игрок! Туповый игрок, ребятки! Я хотел видео записать 50 смысл. Здесь 220... Фу, ты, блин. 227 тысяч силы. У него тут 30 этих накоплено. Ладно, Ярос, пиздось я такая. А ты-то... Я копил. Я хотел 50 за видео. Да что ты отмазываешься? Ой, ой, 50. Кому это видео надо? Сори, его взяли и, короче, герои просто рубанули. А это шукубы. Ну, ладно, давай тогда мы, знаешь, еще кого-нибудь возьмем. Кого? Давай одержимым. Давай одержимым. Тоже герой у нас хайповый, новый, по сути. Будет интересно посмотреть. Так. Ну, что у нас тут? Ну, по сути, да, у нас этот дракокакас, он такой же... Такой же шукуб должен быть, да? У него смертельный удар, елки-палки. Вот. А его шукубы просто отымели. Ладно, давай дальше идем. Сейчас уберем снова отсюда удержимого. Ты хочешь на тыкву, напасть сюда одним? Ну, давай. Что тут этих шукубов нету? Так, погнали. Смотрим. Он тыкву сейчас зарядит, и она разгонится. Да, все, погнали. Ну, давай тогда берем на помощь ему. Стой, нет, у тебя же есть прокачанный снеговик. Да. Где твой прокачанный снеговик? Подожди, у тебя вторая эволюция, да? Знаешь, где-то впереди. Так. Вот, с реанимацией еще, да? Пятая ремка? Конечно. Ну, какой глупый вопрос я задал сейчас, да? Ладно, ну, давайте со снеговичком. Ну, надо, конечно, посмотреть вообще. И со снеговиком в этой мере. Давай еще... Он заряжает. Подожди, давай надо еще, какого-то глупого героя поставить? Шапку. Ну, давай, тоже с реанимацией. Ну, давай. Погнали. Твои сундучки тратить. Так. Самая тупая трата, короче, очков выносливости. Так, ну что же, вы справитесь? Вторые эволюции, короче. Вторые эволюции стоят. Снеговик остался жив. Ладно, все, хватит. Не, это против тыквы из-за того, что он ее заряжает сильно. Куда вы... Ты нормальную пачку мне поставь, а то сейчас, блин, это... Люди со мной не смогут босса валить. Да. Пускай, ну, пускай поржут. Ладно, пускай. Ну, так, ладно. По привычке такие вызвали, потом смотрят. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, что такое случилось? Так, пойдем куда мы его под бафами тестить? Рейды, может, сначала. Ну, давай рейды. Да, вместо этого, вместо одержимого мы возьмем Купидона. Зачем одержимый и нужен? А, ты хочешь его чисто... Просто я хочу ты, Купидона, там, выпускается, и все. Взяли у нас куб. Главное, не забыть обратно все поставить. Куб. И погнали. Магии, 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 магии есть у тебя? Есть, да? Все. Да, ну, вот как раз вот по поводу... Ну, ты попробуй что с бафами, а потом попробуй без Купидона и без тыквы. Но с одержимым горгулом и... Опа, опа, опа. Что-то я как-то странно это все делаю. Ну, ладно, плевать. Ну, он вообще включаться... А, ему уже молчанку кинули, понятно. Ну, и потом он только включился. Это еще бесполезная херобора. Так, сделать вот это, кого лечить надо. Тейку. Хотелось бы, знаешь, что мне сделать? Найти какую-нибудь расстановку такую под волны, которая... Угловую. Угловую, да. Ну, в принципе, можно и здесь. Вот. Так. Ну, он, он, он не выживет. Вся, если мы... Так, ну, давай, смотрим. А он без бафа, ты поздно улыбнишь. А, ну, сейчас может Купидон еще раз гаст. Так. Да, вот уже под бафом. 23, 30. Сейчас вот имею. А, нет, смотри. А, нет, все-таки вот, ну, череп, ну, череп. Ну, ладно, череп упростительно. Ну, смотрим, он там всех по крампу подожрался. Да. Далее. Нравится чужие самоцветы тратить. Да, я вот смотрю, вот, их-то немного. Главное, вот, ну, ракуешь, тупишь, героев сливаешь, короче, потом самоцветы чужие тратишь. Ну, вообще пока, я хочу, честно скажу. Вот тебе, вон, чуть подальше высаживай тыкву и Купидона, и потом и вождь. А, это моя Раста. Так, ладно, давай еще одну попробуем Расту найти, потом сходим в экспедицию, потому что там будет урон немножко отличаться. Так, вообще все будет отличаться. Но в плане, у нас-то все-таки он не сильно прокачан, этот дракокакас. И по сути, по сути, да, то что у нас по сути получается? Да куда ты полетел? Ааа. Ну, ладно. Ну, 40 прилетает, 35, 18, 32. Сейчас он полетел. Так. Ну, что он? Ну, блин, анимация, конечно, шикарная. 12-26 тысяч металла. Да, все горит, так тоже интересно. Ладно, всех разобрали. Все, теперь пошли в экспедицию. Глянем там. Так, вот оно. Да, рядышком. А вы, ребятки, не смеете, сволочи, расходиться. У нас еще тут волны впереди. Что ты там перематываешь видос? А ну-ка, стой. У нас волны впереди. Забытая битва. Вот тут сидят, скучают, короче. Ишь, что думали? Подумаешь, долгий видос. Скажите, спасибо, что не стрим. Так. Пятичасовой. Пятичасовой. С Василиной. Все скажет. Верните Василину, дайте стрим. Да, 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 да. Да, 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 да. Где этот, где этот у нас Дракакашечка? Дракакашечка. 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 Ну вот, берем троих с новых героев. Сейчас, подожди Давай сюда тыкву выпустим Сюда Дракокакаса Купидоны Ну так, тут, конечно, Противники слабые, вот Но он тут полетел Так, и что он тут Хрен, что поймешь По 38 тысяч прилетало Зданием Сука, тыкву убили, ты видел? Ну я думаю, что с твоими героями Все равно ты эту экспедицию Спокойно пройдешь Вот сейчас Следующий Купидона убери Дракулу Дальше Чистого Грагула И этого еще Одержимого Одержимого Давай разруху с Оресом Вот так И в лоб? Да И просто взял Так, начинать Будем, кто у нас Тут самую тебя Жирную Горгу Вот это с него Ну да, кстати говоря Ребятки тоже в комментариях писали И вот все вердите Там Макс, по-моему, видел В комментах Герой может там И слабый Но В связке с тем же Владом С тем же Горгулом Это, конечно Ну это сила Они рвут Черепов Они рвут Да, просто Связки, конечно Очень круто Да, получается Рейд Или что-нибудь Дольше Но зато Это победа То есть Нету разгона Тыквы Нету Бафа Купидона Ну Вот как раз Вот в этой связке Получается От него Именно То, что он Не дает лечиться Вот Дебаф Получается Работает Да, правда Не дает лечиться Дебаф Дебаф Вот Но Кстати Кстати Не, ну и В лоб Да, в битве гильзе Можно его использовать С нападать Да, вот как раз Шесть героев Не, ну С этими Лучше не нападать Потому что У тебя когда Разруха ударит Ты одержимый ударит Там полбазы сносится Не факт, что ты пройдешь Пройдешь Этими пройдешь Это опасно То есть Одержимый Разруха На битве гильзе Очень опасно В плане Нападения Ну, можно вместо Разрухи Арктику Еще взять Тоже Большой Этот Будет Вместо Разрухи Арктика А вместо Одержимого Не, не, не То есть У Арктики Тоже Большой А, хотя Да У меня тоже Считают Треугольнички Ну, видишь Разруху Вынесли Ну, что Вы, черепа А, ну все Так Ну, давай Смотрим Тогда уже Экспедицию Проходим Короче Долгий У нас Долгий Сегодня У нас будет Видос 21 минута Так Ну, начало Ты ему, наверное Вырежишь Да Не, не Вырежишь Ничего Все По хардкору Короче Ребятушки По хардкору Так Теперь у нас Разруха умер Возьмем Арктику Возьмем Арктику Ну, Dream Team Короче Dream Team Ну, иди Сажар А, ну да Ускорять Не получится Потому что Голос тоже Будет искаженный Поэтому Будете смотреть Все От начала До конца А, да Смотришь Удержание 5% Так Ну, что же Вот Давай Сюда Будем Высаживаться Из Горби Ну, здесь Что У нас Со второй Эволюции Только Тыква До Минотавр Ну, и Что Давайте Сейчас Мина Кого-то Убивет Нет Не убило Ну, короче Мы сейчас И всю Экспедицию Пройдем Так Да, конечно Пойдем Потом Забытую Битву И закончим Уже Волнами Ну, где-то Под 40 минут У нас Видосик Получится Ну, что Нормально Нормально Главное Чтоб Не больше Чтоб Забыл Успел Пройти То есть Нет Вот В лоб Вот Шесть Героев Пожалуйста Любую Расстановку Да Можно Потерть Какого-то Героя Но У нас Есть Самоцветы Чтоб На Битвы Где Восстановить Но Так Делать Нельзя Качайте Дальников Ну, да Героев Очень весело Ты их И в пачку А, смотри Блин Одержимого Фу-то этого Горгула Вынесли Ну, это же Бомбочки Да Так, ну Вместо Горгула Можем Придумать Можно Черепа Взять Тоже Без Хила Но Ну, да Пускай Давай Пускай Черепа Как танка Будем Использовать Давайте Вы же Добивайте Слушай, ну Посмотри Этот Одержимый С крыльями Идет Арктика Летит Ну, конечно Видон Дико Красивый Просто Можно Дракона Взять Кстати Еще Шестого Места Этого Черепа Что-то Интереснее Было Ну, давай Так Один Процент О, ей Все Орец Псих Читом Пежит Так Все Нифига Теба Двадцать Двадцать Четыре Уже Дают Дракончика Берем Ну, все Погнали Кто У нас Танковать Будет Дракула Дракула А, ну тут У нас Сори Уже Все Со вторыми Эволюциями Капитан Дрейк Со второй Эволюцией Череп Со второй Эволюцией Так И Орец Живи Блин У них Нету Хила Так Дракула Смели Орец Смели Так Ну, Сори У нас Видишь Дрим 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 Тима Не получилось У всех Это Я говорил Череп Надо было Брать Ладно Ну, ладно Не будем Затягивать Видео Пошли В забытую Битву Я этот Момент Вырежу Так Обнови Посмотри Команду Сначала Создать Команду Посмотри Что там У тебя Стоит У меня Уже Все Переделано Все По-другому Это Старая Осталась Ну, да Ну, пофигу Радно Сливаем Так Сливаем Тогда Вместо Деда Наверное Его Поставь Тут И даже Влад Не Используется Вот Мажор Одержимый У тебя Не Используется Одержимый Надо Использовать Короче Тут Вместо Дракона Вместо Дракона Одержимого Поставь Вместо Этого Да Дракон Используется Ну, зажрался Ты, батюшка Так Вот так Сюда Одержимого Ну, чуть Погнали Тогда И Так Ну, пошли На самого Крутого Малька Первая Подожди У нас Сейчас Получится Где у нас Сам этот Дракакака Стоит А ты его Поставил Место Деда Нет Надо Я думаю Пачку С дракакакактасом Первый Или второй Выпускать Чтобы Второй До нее Доходили Так Вот Просто Первый Арест То Я бывала Там Тестил Героя А с Героем Пачку Выпускал Третий Короче До Туда Даже Не Доходили Ладно Где У нас Тут Так Кстати Вообще Я Тоже Здесь Не Нужно Снеговика Поставь Снеговика Хорошо Снеговик Снеговик Сейчас люди Такие Батферд Поймают Короче Вон Он Был О Сохранить Дримтим Очередной Почти Ты дракона Не Убрал Ты Сохранить Не Нашал Прошу Раз Поставь А Ты Запарил Так Дракон Где Убрать Держимый Вот Сюда Сохранить Все Все Первое Потом Ага Потом Это Третье С арестом Рискованно Так Молчанка Ну Все Разобрали Там Еще Варлак Долбанул У тебя Варлак Как Прокачан Ну Ремка 10 10 200 Так Ну А Вот Он Как раз Против Этого Горгуба Да Ага Ну Отымели Короче Ну Это Слабая Пачка Да Все Равно Много Много Отняли Как Тут У нас Бог Гром Остает Используется Опа Это Кто Там Так Разруха Нормально Нормально Так Идем Дальше Дети 28 Не Можно Еще Напасть Так Ну Дедушка Подставляет Иногда Конечно Все Нормально Идем Дальше Ну Включайся Ну Саре Он Успел Включиться Успел Раздать Но Тут Через Он Включился Его Сразу Выключили Тыквы Он Тыкву Разогнал Он Против Тыквы Нельзя Его Использить Конечно Значит Они Урона Не Наносят Даже Тыквы Только Врубанут Может Если Бафа Никакого Не Будет Так Все Идем Дальше 917 914 910 Да Нападай Нападай Рано Сейчас Вот так Всегда Ну ладно Хоть сюда Нападем Так Первая Пачечка У нас Пошла 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 Ну Норм Ну Конечно Он В плохой Пачке Стоит Туда Надо Подбирать Для него Пачку Специально Ну Уца Получается Только Для Атаки Фартов Битвы Фартов Будет Да И Все Да Пока Да Пока Нет Локации Для него Больше Которую Я могу Посмотреть На Нет Как ты Думаешь Придумают Для него Локацию Какую Или нет Да Я думаю Что-то Будет Может Даже Какой-то Может Босс Который Лечит Себя Первую Ташку Внести Первую Надежда Надежда Тут Сарей Нормальный Он Опять же Даже Крючиться Не успел Тут 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 Опасно Может быть Хося У тебя Здесь Одержимый Как Просто Смели Нормально Так Что У нас Тут Еще Еще раз попался моего выиграли да не знаю верно да 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 мы его выигрывали так что пошли еще раз первая выиграет 2 проиграет 3 затянет но сейчас первое проиграют только что будет грустно да не не ну все нормально так ну и 2 кстати говоря там было спорно она может выиграть одержимый датка кого бы сможет назовет вот видишь воскресок вот-вот все выиграли да нормально и даже звонят тогда это видишь рандом получился так 1000 у тебя уже есть далее чем мы делаем наконец-то переходим к волнам что у нас получается по волнам будем тестить на еда будем сходить с ума трешовать причем не особо простыми героями а куда она не забудьте брать поставить его в башню и одержимого этого съем короче у нас достаточно такая спорная пачка под это все дело точнее это что даже спорная сливная она спорно неадекватно сливная пачка я вам так скажу ребята но но почему бы нет и мы вместо влада дракулы угадайте кого будем использовать будем использовать драко как раз вместо дракона мы используем и держим вот да 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 у нас тут еще вами стоит гаргул короче нет это стандартная пачка от моей первой стандартной пачки когда я проходил bg отличие от 2 так ну что запускаем пропускать он нажать погнали ну руна менять что ли русская пускай тыква будет сремка я же говорю у нас сегодня такая неадекватно сливная пачка и посмотрите как мы бодренько бодренько справились мы почти справились с первой волной так тут единственно кто нас может подкусать никто же но фея там долго будет нет а фея одна вообще она у меня дальника нету которую сожрет тоже придется ждать а топор блин топором может ее убить только как а сейчас может фею убить пожалуйста нет он ее не убил то что мне здоровье больше чем у других если у него было здоровье меньше чем у других героев тогда бы он убил бы сейчас мы не убьет горгул включить что подлечить чтобы они обидишь вроде убил но стукнул по ней или нет если не ошибаюсь добыл был удар кстати по не но толком видишь он еще толком не отнял не херню вообще так что ждем сколько отнимает на по 28 в принципе минске и румя сейчас счет не 25 до не все живы останутся то единственно что ждать придется да это обидно сколько нас уже время полчаса уже видеозаписы норм нормально нормально информативность прямо из всех щелей короче вот так вот фонтаном все под контролем все под контролем так что у нас но фея давай уже мы заждались я так ну валя и драка как из больше всех страдают от феи даже их самой меньшей жизни даже тыквы не страдают так как теперь еще застанет еще на ну да у тебя что-то еще семерки стоят гарнизоны давай продвинься дать только как нормально драка как один он ее снес мнение он с кем-то побежал туда он один нанес урон и да он сейчас наблюдаем и это и топором и все мы давай драка как раз давай хотя бы этих маленьких убей ну тут видишь на волне а е драка как раз большие проблемы потому что он заряжать будете на чем плохо я бы вам сказал бы у нас и так тут горгул будет заряжать просто нет дополнительного дракона и помимо всего у нас еще и драка как из будет заряжать но не забываем про одержимого который будет снимать щиту у этого у демона если что но опять же пока он снимет щита герои все могут убить не будешь снимать он снимает но он может не успеть это сделать так у нас два такие героя и артика снимает его снимает сам знаешь как ну челу рыцаря даже там где пипец стоят двое бьют рыцаря не могут убить еще драка как из взял включил умение все равно ничего сделать не могли конечно же такого героя нужно то есть уже тестить уже непосредственно 2 эволюции но я не особо вижу многие много желающих которые это делают потом еще на 2 эволюции по тесте ну да когда это будет у может через месяц три вы пишите ребятки если у кого-то из вас есть максимально покачанную драка так как было бы нам очень интересно посмотреть не носа ри если ему бог войны то нормально он урон будет выдавать при второй эволюции нормальный если сейчас ему то 2027 принятой то вроде сады куда-то будет ли писать пас по 100 будет прилетать по 100 будет чуть меньше чем у влада но побольше думаю по урону чем у города все живо нет да вот что-то мне кажется тыквы не жива давно ну позари но как он бедные мучается но позари ну ну что на тихо и тоже не вижу и могилки не вижу вот могу ну и что вы тут долго будете до реально валю и драка как если только вместе и ставить рыцаря полчаса не могли вырубить купидона бедного так но без тыквы сейчас вообще по трошечку а уже демон пришел уже демон пришел и выходя в демона завалят интерес вроде суши валят валят без тыквы конечно жалко обидно блин тут проблема сейчас не то что тыквы нету а то что слава нету главного демагера нету вот в общем проблема строка как и суживем удивительно но он живет он живой его еще не убили там уже и щит включить успел демон у нас еще арктика борется и этот и одержать держим сейчас уже добьют их все ну давай еще одну тыквы и затыкну борется если по него было живо да нам мы идем по три шарку нужна нам ожива так ты мы это темы не посмотрели крача вообще она расслабо не дышит тебя топовый аккаунт у тебя все где у тебя гарнизон седьмой елки-палки зачем цикки там вообще уже без героев должен проходить что ты тут это обедняешься потому что потому в принципе какое-то определенное количество распиздяйства при прохождении а не волну у нас должно сейчас присутствовать просто у нас уже вот там смерть это что и фараон расту разнес у нас просто по сути уже и так dream team стоит у нас тут и ну веселая такая компания драка касса вырубили так что учета тут это чисто по фану смотрим чисто смотрим по фану но сейчас драка касса убили а тогда он в принципе держался 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 друг закройте давайте еще одну волну если есть там это же не знаю нет ну какие можно сделать выводы по поводу этого героя ну тут у вас ребятки остается я думаю два варианта ломать голову или ему искать берсеркеры прокачивать его на 68 и надеяться на его смертельный удар то что он будет помогать в командной какой-то игре когда он будет стоять в пачке с другими героями или пытаться сделать пародию на влада дракулу или на какого-то горгула ловить ему бога войны и делать 88 вот две крайне 2 крайнести другу другие таланты я не знаю такие на ставить ну по идее бастион ему типа подойдет но тут или бог войны я думаю или все-таки берсеркер ну да тут говорят опять же по ремка нет точно нет ремка нет утекания до свидания тоже потому что если вы там будете ему ссувать утекание основным талантом то не забывайте про то что у него есть он по здоровью не выразительный и он также у него и скорость атаки маленькая ну не для утекания то есть нет смысла вот если персерк по сайте у нами утекание то еще может быть и прокатит но я тоже еще не уверен что мы бог войны туда 4 сунуть фронами и пусконосится да 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 у сваду допустим снять и поставить но это мы будем проверять с фронами бога войны после того как мы прокачаем его когда-нибудь на вторую эволюцию прокачаем на 10 и 10 и появится для него какая-нибудь хорошая локация а на этом все огромное вам спасибо за просмотр ставим лайки или не ставим лайки но вот решать вам до решать только вам мы не намекаем но пожалуйста напишите в комментариях кто просмотрел целый видос и даже не приматал мне просто интересно есть такие ребятки или нет все всем пока удачи подписываемся на канальчик николая ссылочки все в описании прям вот где-нибудь вот здесь вот будет где-то вот здесь вот на экране тоже тыкните кнопку вот туда подпишитесь все всем чоу пока